всем привет сегодня разбор планировки квартиры в жилом комплексе екатерининский парк кто не смотрел мой обзор на этот жилой комплекс обязательно посмотрите там есть на что посмотреть но сегодня разбор конкретной двухкомнатной квартиры поехали эту квартиру я разрабатывал для молодого человека который живет пока один он фрилансер работает из дома а соответственно ему нужно дома в первую очередь предусмотреть комфортное рабочее место во вторую большое общее пространство где можно встречать гостей и возможно будущую невесту но для этих дел конечно же нужно отдельно предусмотреть спальное место с большим гардеробом для нарядов и естественно в ванной что предлагает нам застройщик он предлагает нам стандартную двухкомнатную квартиру с небольшими комнатами давайте посмотрим прихожая 8 квадратных метров она правильной квадратной формы и в общем то даже все здесь неплохо идем дальше попадаем в небольшой коридор ребята по возможности от них нужно избавляться есть две жилые комнаты 14 метров и 16 метров с гардеробной и с одним единственным санузлом в котором предлагают нам разместить ванну унитаз раковину и там же стиральную машину ребята это катастрофа в ванной стиральной машины быть не должно но ничего будем ситуацию исправлять и я покажу как это можно все сделать красиво эстетично и удобно здесь есть также большая кухня в которой предлагается сделать и кухню и столовую и диван с телевизором сразу же обращаю внимание что диван здесь почему-то для карликов как обычно рисует застройщик он здесь просто-напросто очень маленький смотрите сами кухонный гарнитур глубиной всегда 60 сантиметров и если мы спроецируем две линии от кухонного гарнитура то увидим что диван глубиной 60 сантиметров это мало так не бывает он глубиной обычно сантиметров 80 90 то есть выступит вот сюда ну и конечно большего размера если вы хотите нормальный двухметровый диван бокс с этой планировкой она конечно же неудобно конечно же она не годится для нашего героя потому что если предположить как он будет пользоваться этим пространством то не трудно догадаться что в основном использоваться будет одно большое общее пространство это кухня это гостиная и место где он будет работать что получилось давайте смотреть и так чтобы сделать эту квартиру удобно и пришлось перекроить все пространство в итоге у меня получилось большая просторная гостевая комната с кухней и с рабочим местом отдельная спальня в которую не будут заходить гости в этой спальне есть и спальное место и гардероб и душевая и еще получился гостевой санузел и так что мне пришлось для этого сделать ну во первых я снес стену между кухней и жилой комнаты которая 14 квадратных метров а также еще и присоединил коридор к жилому пространству не нужен нам коридор в такой маленькой квартире для одного человека благодаря этому получилось одно общее большое просторное светлое пространство в котором и будут разворачиваться основные так сказать жизненные сценарии этого молодого человека что же я сделал во первых в прихожей я предложил ему оставить один шкаф два метра это более чем достаточно для одного и даже для двух человек ну когда он найдет свою суженую а на противоположной стене чтобы не загромождать это небольшое пространство бесконечными шкафами я делаю консоль и пуф на консоль удобно поставить сумку положить ключи а на пуфе удобно сидеть и зашнуровывать обувь из прихожей мы выходим и сразу же попадаем в общее в общую комнату справа у нас так называемая диванная группа попросту это диван прямой формы примерно 230 длиной это значит что мы можем на нем вытянуться и даже подремать а при необходимости расправить его и положить гостей на нем переночевать но вдруг гости задержатся останутся захотят переночевать вот пожалуйста напротив него телевизор и за диваном около окна обеденный стол круглый он небольшой но при желании его можно расправить и напротив стола камин который так желал заказчик таким образом в этой небольшой комнате раньше которая была небольшая комната удалось расположить и диван и обеденный стол и камин и телевизор посмотрите сколько функций выполняет это пространство далее слева кухня обратите внимание что кухню я выдвинул из глубокой ниши как предлагал нам сделать застройщик ближе к окну сделать это возможно технически реализуемо и воду подвести можно и вытяжку от духовой плиты сделать можно а также это законно потому что на плане это пространство обозначено как кухня но в кухне ставлю кухонный гарнитур как хочу поэтому здесь все законно все нормально и все согласуемо в общем все разрешено какие в этом плюсы плюс заключается в том что во первых мне удалось поставить остров как мы помним остров это большой кайф на самом деле при готовке вот вы попробуйте где-нибудь или сходите к кому-нибудь в гости и вы убедитесь в том что остров это невероятно удобно и кайфово второе это кухня прекрасно освещена потому что она ближе к окну знал знаете ли готовить в ниши вот где-то там в глубине комнаты где нету солнечного света нету никакого удовольствия соответственно и блюда получаются невкусными ну хочется побыстрее что-то там нарезать избежать да и плюс к тому то как предлагал застройщик размер этой кухни очень маленький то есть поверхности для готовки фактически нет а если представить что у нас будет чайник тостер микроволновка там блендер какой-нибудь ну и так далее оборудования достаточно много может быть на современной кухне то и вообще приходим к мнению что готовить на кухне от застройщика невозможно ну то есть совсем не в кайф итак с кухней определились а что же в той нише где раньше была кухня а вот как раз туда я предлагаю поставить рабочий стол ведь наш главный герой работает из дома ему необходим дома кабинет этот кабинет не должен быть большим ну как знаете у старых советских начальников номенклатурные кабинеты 60 метров с обещательными столами с курительными и мягкими зонами нет совершенно нет нужен удобный большой стол на котором стоит монитор клавиатура и вот так вот онлайн человек работает нужен стеллаж для какой-то литературы книг папок но в общем то каких-то рабочих вещей там принтер может быть поставить и этот стеллаж очень удобно расположился за столом и поэтому не вставая с места можно повернуться и со стеллажа достать все что угодно распечатать может быть все что нужно поэтому расположение для кабинета получилось просто идеально и по эргономике очень удобная а также сидя за этим столом человек как бы может обозревать все свое владение все пространство квартиры ну кроме спальни разумеется поэтому сидя за этим столом он все видит может даже и на телевизоре какую-то передачу включить но мало ли вдруг олимпийские игры какие-нибудь показывают вот как сейчас по телевизору ну или просто в окно посмотреть а при желании есть ли вдруг нужно уединиться ну мало ли такой случай настал есть шторочка которую можно потянуть и собственно обособить это место под работу между кухней и диваном я поставил такой некий стеллаж это легкий прозрачный стеллаж на котором могут стоять растения на котором можно поставить какие-то бокалы на который даже можно поставить видеопроектор и проецировать фильмы на стену вместо телевизора может быть огромный экран и у вас будет дома домашний кинотеатр это же круто друзья в общем вот такая многофункциональная штуковина получилось а если вам не хочется стеллаж между гостиной и кухней не делайте этот стеллаж просто поставьте диван ближе к острову и при желании вы сможете диван отодвигать вокруг острова ходить в общем много всего интересного здесь может развиваться вот в этом пространстве и если представить что все сценарии жизни которые протекают в квартире с нами и вот с этим молодым человеком будут происходить они все в основном проходят в общем пространстве которое здесь сейчас большое интересное просторное светлое здесь есть и кабинет и кухня и диван с телевизором и обеденный стол и чем бы он не занимался в любой момент времени это будет комфортно помимо общего пространства здесь есть общий гостевой санузел который объединил себе еще и хоз комнату обратите внимание здесь есть унитаз раковина раковина небольшая но достаточно чтобы помыть руки и помимо этого вдоль всей стены встроенный шкаф внутри которого стиральная машина сушильная машина корзина для белья место под уборочный инвентарь и еще остается полным полно места для хранения каких-то необходимых вещей ну например бумаги туалетной вторая половина квартиры это приватная часть это то место собственно говоря сугубо личная субук сугубо хозяйская куда в общем-то нечего ходить гостям это так называемая приватная территория в которой есть гардероб заходим мы попадаем сначала в гардероб здесь есть два шкафа общей длиной три с половиной метра практически если пойдем налево то попадаем собственно непосредственно в саму спальню где кровать две тумбочки ну и из гардеробной мы также попадаем в душевую где есть все необходимое унитаз раковина и большая просторная душевая кабина да еще и с полочками в стене куда удобно будет расставить шампуни гели ну и прочее 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 что мы используем при мытье тела друзья вот такое пространство у меня получилось на мой взгляд очень удобная лаконичная продуманная вот прям знаете это тот случай когда нету ничего лишнего и в общем-то всего достаточно вот очень удобно особенно для одного и для двух человек это будет прям вот очень кайфово что думаете по этому поводу пишите в комментарии ну а пока пишите ставьте лайк подписывайтесь на канал жмите на колокольчик ну и приходите за консультациями с удовольствием разберу для вас вашу планировку всем пока